Два дня лучше пауэрлифтер в Московской области тянули, лежали и приседали со штангой. На помост выходили те, для кого эти соревнования только начало большого пути в тяжелой атлетике, и те, кто уже познал вкус больших крупных чемпионатов. Примечательно, что подобные соревнования проводили Сергею Пасаде 6 лет назад, и тем радостнее это возвращение, так как в Сергею Пасадском районе очень много ребят занимаются пауэрлифтингом. Довольно популярный уже вид спорта, сейчас он даже популярнее, чем классическая тяжелая атлетика. Вот, кстати, ребята, которые в Луче тренируются, они здесь не присутствуют, потому что они сегодня поехали в колонну на соревнованиях по тяжелой атлетике. В любом виде спорта ежедневной тренировки – это всего лишь малая часть того, что приводит на вершину Олимпа, считает тренер дюж-центра Виталий Стуков. Он занимается со своими ребятами в тесном маленьком подвале жилого дома на птичке, но это не мешает ему выращивать будущих чемпионов. Это дети. Дети выступают до 14, согласен. До 16 еще дети. А дальше решает тренировки, дальше решает характер, дальше решает много-много соглашаемых. Талант – это 1%, а 99% – это пахота. Пахота – так и пахота. Конечно. И он должен быть разумный, не бестолковый, а разумный. Ну, конечно, так. И слагаемые дальше остальные, как поведение, образ жизни, мышление. Все это в совокупности дает успех. Много-много-много нюансов других. И все делают эти мелочи на все 100%, как положено. Это будет максимальный успех. Николай Ковалев, один из воспитанников Виталия Стоку, много тренируется. И не раз, по его признанию, у него возникали сложности. Что-то не получается, не дается вес. Но главная трудность в другом, считает Николай. Сесть. Стойте. Весь, взял. Самое трудное, по-моему, не сдаться и не бросить. Бывает, ничего не получается, настроение охватывает, что хочется бросить. Труднее всего мне дается становое. Вроде все то же самое, но тяжело. Помимо воспитанников Сергея Посадского и Дюж-Центр, в соревнованиях участвовали воспитанники Краснозаводской секции по рулифтингу. Приехали спортсмены из Мытищ, тоже серьезные конкуренты местным тяжелоатлетам. Конечно, не у всех спортсменов все получалось. Бывало, и вес не давался с первой попытки. Сесть. К сожалению, попытка не удастся. Первенство по пауэрлифтингу продолжалось два дня. Победители соревнований по силовому трееборию будут представлять Московскую область на Всероссийском чемпионате. Ирина Самойлова, Сергей Власов. День города. Ирина Самойлова, Сергей Власов. День города.